Всем доброго дня. 23 июня состоялось заседание Совета ЕЭК в очном формате. На заседании был утвержден отчет о ходе исполнения плана мероприятий по гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. Реализация мер по гармонизации законодательства осуществляется по трем секторам финансового рынка – банковскому, страховому и рынку ценных бумаг. План гармонизации был принят в ноябре 2020 года. Работа по гармонизации законодательства должна быть завершена в банковском и страховом секторах в 2025 году, а в секторе рынка ценных бумаг – в 2029 году. В рамках проделанной работы подготовлен ряд проектов международных соглашений, которыми предполагается обеспечить трансграничный допуск ценных бумаг и брокеров-дилеров к участию в биржевых торгах, а также внедрить в институт стандартизированные лицензии. Также Совет ЕЭК одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе союза, касающихся регулирования внешней электронной торговли. Проект протокола предусматривает новую регуляторику для товаров, приобретаемых гражданами через интернет. В частности, определяются особенности временного хранения, таможенного декларирования, применения таможенных платежей, возможность отгрузки с таможенных бондовых складов. Создается новый правовой институт – оператор электронной торговли, который будет в комплексе обеспечивать логистику операций с такими товарами, а также взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами. Реализация протокола позволит упорядочить таможенное оформление этой категории товаров, а также повысить скорость обработки грузов и эффективность таможенного контроля. Совет ЕЭК распорядился направить проект протокола в страны Союза на внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания. Вице-премьеры стран Союза согласовали новые условия производства к правилам определения страны происхождения товаров для государственных закупок. Вопрос был включен в повестку Совета комиссии, по инициативе Республики Казахстан. Согласно решению для шести товарных позиций отрасли энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, топуск для участия в госзакупках будет осуществляться на основании сведений из Евразийского реестра промышленных товаров формируемого комиссии. Учитывая принятые решения, правилами охвачены условия производства для 448 товарных позиций. Список товаров из серой зоны постепенно сокращается. Установлены максимально допустимые уровни остаточного содержания ветеринарных лекарственных средств, которые могут содержаться в пищевой продукции животного происхождения. В частности, максимально допустимые уровни остаточных количеств установлены для 75 ветеринарных лекарственных средств в непереработанной и переработанной пищевой продукции животного происхождения. Реализация принятых изменений позволит повысить безопасность пищевой продукции, выпускаемой в обращении на таможенной территории Союза, а также будет способствовать урегулированию проблемы различной интерпретации результатов определения остатков содержания ветеринарных лекарственных средств пищевой продукции животного происхождения органами контроля надзора и связанных с этим запретов взаимных поставок. На заседании Совета внесены изменения в сертификат соответствия производства требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС. На заседании Совета Комиссии было одобрено внесение соответствующих изменений в форму сертификата GMP Союза. В нем теперь указано на эквивалентность требований ЕАЭС при оценке фармпроизводств требованием аналогичных правил Европейского Союза и Международной системы сотрудничества фармацевтических инспекций. Новая форма сертификата позволит нашим фармацевтическим производителям, имеющим сертификаты GMP формы ЕАЭС, прилагать его при регистрации своих лекарственных препаратов за рубежом, без повторения фармацевтической инспекции сторонними инспекторами. Принятие таких изменений позволит обеспечить экспорт фармацевтической продукции производителей государств-членов в третьи страны. Хотелось бы отметить, что в области фармацевтического инспектирования в настоящее время уже выдано более 1100 сертификатов GMP Союза и еще более 2200 производственных площадок находятся в процессе инспектирования или рассмотрения заявлений на инспекции. По данному направлению работ лидерами являются Республика Беларусь и Российская Федерация, которые обеспечивают порядка 70% всех инспекционных работ. Оставшиеся 30% выполняются инспекторами Республики Армения и Республики Казахстан. Совет ЕЭК утвердил порядок координации работ по стандартизации в ЕАЭС. Порядок разработан в соответствии со стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он определяет процедуры, обеспечивающие взаимодействие органов стран ЕАЭС по ряду направлений. Среди них планирование разработки межгостандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов, координация действий национальных органов по стандартизации при их разработке, а также взаимодействие при разработке и принятии стандартов на продукцию, на которую еще не приняты технические регламенты. Но она включена в единый перечень продукции, в отношении которой в Союзе устанавливаются обязательные требования, например, высоковольтное оборудование, а также средства защиты растений и ряд других. Применение этого порядка будет способствовать развитию стандартизации в Союзе, системному планированию работ по обеспечению применения союзных технических регламентов, а также применению прогрессивных международных и региональных стандартов. На заседании Совета были утверждены изменения в план разработки технических регламентов ЕАЭС. Он дополнен двумя новыми пунктами, предусматривающими изменения в технические регламенты о требованиях к энергетической эффективности энергопотребляемых устройств и о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Теперь немного свежей статистики. Экономики стран Союза сохраняют позитивные тенденции. Индекс физического объема ВВП в ЕАЭС в январе-марте 2023 года составил по предварительной оценке 98,9% к январю-марту 2022 года. Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в 2023 году продолжает расти. Прирост в первом квартале 2023 года составил 2,9%. Рост наблюдался во всех странах Союза. В январе-апреле 2023 года темп роста составил 103,1% к январю-апреля 2022 года. На положительную траекторию роста вышла и промышленность Союза. Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-апреле 2023 года по предварительной оценке составил 100,9% к январю-апрелю 2022 года. Рост выпуска промышленной продукции отмечается во всех государствах-членах ЕАЭС. Динамично велось и строительство в наших государствах. Объем выполненных строительных работ в Союзе в январе-апреле этого года вырос на 7,8%. В январе-апреле 2023 года объем взаимной торговли между государствами-членами Союза увеличился более чем на 17%. Немного о наших анонсах. 30 июня в 12.00 в онлайн-формате пройдет общественная приемная блока по конкуренции антимонопольному регулированию. В заседаниях участвуют представители бизнеса, торгово-промышленных палат, юридического сообщества, отраслевых регуляторов, государственных органов, в том числе конкурентных ведомств стран ЕАЭС. В ходе трансляции в комментариях можно задать вопросы представителям ЕЭК или подать жалобу на нарушение правил конкуренции. На этом у нас все. Хорошей недели!